Я хочу сказать, что, в частности, вот мне газета «Дат» задает вопросы. Кто изначально организовал беспорядки в городе, из каких был помыслов организован этот дебош на городскую площадь. Я хочу сказать, что Назарбаев, он продукт советского режима, сталинского периода, когда, вы помните, находили неких врагов народа, вы помните события 1986 года, когда говорили, что молодежь, что кто-то их напоил водкой, они курили наркотики, выкрикивали националистические лозунги, устроили дебош и разгром, и поэтому, якобы, МВД применило силу для разгона вот таких, как в то время говорили, фашистующих молодчиков националистических. Этот штамп Назарбаев применил также 16 декабря. Заранее была подготовлена операция, люди в черной робе, действительно переворачивали музыкальные колонки, но это, на самом деле, просто хулиганские выходки, нигде в мире, понятно, не применяется оружие, никогда. Но вот Назарбаев решил таким образом устроить легенду и, по сути дела, применить репрессивную схему подавления вот такого рода выступлений. И вот этот штамп прозвучал, что некие молодчики обкурены и использующие коктейль молотова, что они и кто-то напоил водкой под видом нефтяников, в черную робу были одеты. Я хочу сказать, что в тот момент, в 2011 году, прозвучала фамилия Бергея Ирискалиева. Я публично еще ни разу не высказывался, но я хочу сказать следующее, что такого рода действия никогда не могут быть скрытыми, никогда. Потому что нужно большое количество людей подготовить, их одеть, их нужно проинструктировать. Они должны нагло разрушать сцену, сжечь банкоматы. Это должны быть скоординированные действия из определенного единого центра. И когда в этом участвуют сотни людей, информация не может быть скрытой, ее невозможно скрыть. И была попытка переложить ответственность лично на меня, но здесь у них не склеилось на самой простой вещи. Простая вещь, кто стрелял в людей? В людей стреляла власть. И поэтому попытка перевесить всю ответственность на Блязову рушится немедленно. И выглядят все эти аргументы беспомощными. Но, чья фамилия тогда в реальности звучала Жану Зень и по всему Казахстану? Кабу обвиняли в организации вот такого рода беспорядков небольших. Обвиняли Бергея Ирискалиева. Бергея Ирискалиев в то время был акимом Атараловской области. И прямым куратором его был руководитель администрации Аслан Мусин. Ближайший помощник Нурсултана Назарбаева. Я лично знаю хорошо Аслана Мусина. Который в Ахтубе фактически действовал как бандит. Применял разные криминальные схемы, контролировал рынки, разные объекты, отели. То есть, в принципе, в Актюберской области прекрасно знали, что это один из сподвижников Назарбаева, который применяет различные бандитские методы. Вот числе этих бандитов при власти был в том числе и Бергей Ирискалиев. Вы, конечно, сейчас можете нахваливать, говорить, что он там Абгаз проводил. Эти все действия делался за счет бюджета страны, за счет тех средств, которые отчисляли вы, налогоплательщики. И в этом его никакой заслуги нет. Но вы все должны знать, что Бергей Ирискалиев, ставленник Нурсултана Назарбаева, очень примитивный, не умеющий внятно говорить, применяющий именно криминальные методы со своими разными конкурентами. Я, работая, возглавляя банк, с ним один раз столкнулся и воочию убедился. Но мне, конечно, быстро удалось его поставить на место. Но я просто понял, что один из этих таких бандитов режима, это как раз тот самый Бергей Ирискалиев. И поэтому я сегодня даю открытую ему оценку, что за человек это Бергей Ирискалиев. И не случайно, именно Бергей Ирискалиев, находясь в Лондоне, получил разные денежные компенсации от Нурсултана Назарбаева. Многие наши наивные люди говорят, он взял его на испугнув Султана Назарбаева, шантажировал. Это одна бандитская группировка, которая действовала вместе, в том числе и в Жанозене. И поэтому имя Бергей Ирискалиева всплыло сразу, что он был организатором вот этих молодчиков, бандитов, которые там устраивали разные хулиганские действия. Сегодня я впервые открытую оценку говорю. Поэтому, уважаемые друзья, не делайте из него героя, это такой же бандит режима Султана Назарбаева. Такой же бандит. Именно он вместе с Асланом Мусиным и с Назарбаевым, они разрабатывали эту провокацию, чтобы под видом сохранения стабильности, порядка и так далее, была возможность применить оружие против мирного населения. Вот я отвечаю на вопрос газеты ДАТ. ДАТ, здесь мне задают вопрос о роли Аслана Мусина и Бергея Ирискалиева. Кто дал команду на расстрел митингующих нефтяников? У меня спрашивают ДАТ. Команду на расстрел мог дать единственный человек, Нурсултан Назарбаев. Единственный человек. И Касымов, генерал Касымов, который был в то время министр внутренних дел, он открыто сказал, что да, если необходимо будет, мы применим оружие. Чтобы такую фразу опять даже сказать, он должен был быть уполномочен и проинструктирован Нурсултаном Назарбаевым. Я вам говорю, как бывший член правительства, зная, что ни один министр никогда бы не смог такие действия сделать без прямого указания Нурсултана Назарбаева. И вот представьте, какой монстр, чудовище руководит нашей страной, который 16 декабря хладнокровно дал команду расстрелять мирных жителей нашей страны, Жан Азенцев. И по истечении 10 лет эта гадина нагло говорит, что во всем виноват Мухтара Блязов. Эта гадина говорит, что мы расследовали, только мы эти результаты расследования не видим. Ни одного человека, который перевернул, разбил, сжигал банкоматы, мы не видели в том, чтобы ему предъявили обвинение, чтобы он давал показания. По истечении 10 лет просто Назарбаев произносит какие-то слова, считая, что его средства массовой информации растиражируют, а наш наивный народ в это поверит. Так что вы просто должны знать, этот негодяй, монстр, эта гадина просто в очередной раз лжет и пытается уйти от ответственности. Он панически боится, он понимает, что возмездие придет к нему, и он не ожидал. Он же примитивный совок того времени. Он никак не мог себе представить, чтобы кто-то сверху снял с телефона. Он не мог представить, что затем все это уйдет по всем каналам, по всем средствам массовой информации. Он думает, что он контролирует все в нашей стране. Он не понимает, что это в современном мире невозможно.